А вы в курсе, что страхование жилья в некоторых районах Кубани может стать обязательным? С таким предложением выступил Вениамин Кондратьев, после разгулявшейся в очередной раз в Краснодарском крае стихии. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. Сегодня в нашей программе мы поговорим о сильных ливнях, которые спровоцировали наводнения сразу в трех районах края – в Туапсинском, Абширонском районе и городе Сочи. За несколько часов здесь выпала месячная норма осадков. Сильные дожди и подтопления явление для этих мест достаточно частое. Но вот чем закончатся сильные ливни, предсказать сложно. В связи с этим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил принять краевой закон, по которому процедура страхования жилья в районах с высоким риском образования чрезвычайных ситуаций станет обязательной. Мы должны делать выводы из подобных ситуаций. А мы с периодичностью раз в 4 года, в 3 года эти ситуации максимально ликвидируем, не делая, скорее всего, выводы. Выводы только в рамках предупреждения этих ситуаций. Но то, что деньги огромные из бюджета выделяются, безусловно, для людей они должны выделяться. Почему на краевом уровне нам не принять закон, который обяжет органы исполнительной власти, а обозначить территории, которые подвержены чрезвычайным ситуациям. И вот в этих территориях домовладения должны быть обязательно сострахованы. А сейчас проконсультировались, оказывается, от тысячи, в зависимости от площади, до двух тысяч в год, в год, стоимость страхового платежа. Все это уже будет страховой случай. Но сегодня в потопленных районах продолжают устранять последствия чрезвычайной ситуации. Губернатор Вениамин Кондратьев лично следит за ходом этих работ. Ливни обрушились на Краснодарский край 24 октября. Дожди спровоцировали сели, реки превратились в бушующие потоки, которые рушили все на своем пути, размывая и разрушая автомобильные, железные дороги и мосты. Но сейчас я предлагаю посмотреть сюжет из Туапсе. Он был снят утром 25 октября. Как только появились первые сообщения об ударах стихии, Вениамин Кондратьев выехал в Туапсинский район. 1800 жителей поселка Агуй-Шапсук оказались в ловушке. Единственный мост, по которому люди могли добраться до Туапсе, разрушен водой. Губернатор Кубани сегодня с утра находится в Туапсинском районе. Вениамин Кондратьев объехал улицы, больше всего пострадавшие в населенном пункте от удара стихии. Заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства края глава региона ставит задачу максимально быстро восстановить транспортное сообщение. В течение завтрашнего дня, максимум до 24.00, вы обеспечиваете восстановление нормального транспортного сообщения с населенными пунктами, которые сегодня отрезаны. Все, договорились. Значит, в пешем порядке сегодня через этот настильчик, иначе не скажешь, то есть вы поддерживаете обеспечение самим необходимым. Еще раз подчеркиваю, это стихия. Нам максимально сегодня справиться с тем, чтобы вернуться к нормальному циклу. Несмотря на то, что жители поселка оказались оторваны от большой земли, им оказывают всю необходимую помощь. Люди не должны ни в чем нуждаться, отметил губернатор. Если там дети, безусловно, обеспечение продуктами питания – это статистическая задача. Поверьте, мы не можем допустить, чтобы, не дай бог, кто-то не получил не просто питания, полноценного питания, тем более, если там дети. Здесь максимально все силы мы должны просить на то, чтобы никто, никто из жителей отрезанных населенных пунктов не ощущал дефицит ни в чем. Потоки воды сметали буквально все на своем пути. От ларьков до автомобилей. Улицы Туапсы напоминают кадры фильма «Катастрофы». Рядом с поселком пригородный на куски разорвало водопровод. Масштаб проблемы на месте оценил губернатор. Министр жилищно-коммунального хозяйства края докладывает Вениамину Кондратьеву. Проложить временную трубу будет возможно только через сутки, когда спадет уровень воды. Глава региона поручает обеспечить бесперебойный подвоз питьевой воды. Уже появились жалобы о том, что ее не хватает. Местные жители рассказывают, даже в таких условиях некоторые магазины пытаются заработать на катастрофе и в два раза подняли цены на бутылки с водой. Быстро канистры опустевают, получается, и очередь стоит. Очень хорошо, что я остановился, потому что информация, которую мне докладывают, информацию, которую говорите вы, они две разные информации. То, что они стоят, эти бочки, они есть, но они быстро опустевают, они успевают подвозить. Согласен. Сейчас начинают спекулировать на воде. Люди не могут, пятилитровые канистры покупают там за бешеные баснословные деньги. Где глава, где он ходит? Мы за пьем. Вы докладываете, вы должны ли сами владеть информацией, а если вы не владеете, тогда на самом деле не надо докладывать. Вы об этом должны мне первым были сказать, что сегодня есть спекуляция и на воде, и на товарах первой необходимости. Это вообще не может быть. Еще раз подчеркиваю, не может быть по определению. Вот тогда вам ровно час на понимание ситуации, и что необходимо сделать, чтобы вода на самом деле бесплатна и в нужных количествах была у каждого, кому необходимо, жителя города. Туапсе. Еще раз подчеркиваю, понятно. Вот никаких злоупотреблений здесь не может быть, и наживаться на горе людей, на этой стихии никто не будет. Но устранение последствий от стихии в крае брошены 781 человек и больше 200 единиц спецтехники. Работать они начали еще вчера, когда поступили первые сигналы чрезвычайной ситуации. Людей эвакуировали, как только начала пребывать вода. Своевременная реакция всех служб позволила избежать массовых жертв. Большая вода пришла в 28 населенных пунктов Краснодарского края. Повреждения получили около 2000 домов. Пострадали более 5,5 тысяч человек. Обширонск. Еще один район, который принял на себя удар стихии. Туда сразу из Туапсе отправился губернатор Кубани в пятницу. Смотрим сюжет. Большая вода пришла в Абширонский район в среду, но людей до сих пор не отпускает эмоций. Утро спустя два дня после происшествия начинается с житейских разговоров. Кого и как затопило. В Дом культуры, где организовали оперативный штаб, пострадавшие приходят за вещами первой необходимости и питания. Одеть нечего. Дома все пропало. Все, что можно было. И животные, и мебель, запасы сахара, муки, овощи, все. Остались в чем есть. Проводим мы ночь с двумя детьми. Провожу, где попало в ночь. Дома ничего нет. Затонул у родителей дом полностью. Ждем комиссию, ждем МЧСников. Помощь ждем такую. Пришли взять воды, потому что в крайне вода невозможна. Для тех, кто остался без крыши над головой, организовали пункты временного размещения. В Абширонском районе их три. Здесь люди могут переночевать и получить горячее питание. В детском лагере разместились люди целыми семьями. Сейчас здесь всего 68 человек. Ирина Елькина вместе с маленькими детьми ждет, когда наконец сможет попасть домой. Затопила дом. Привезли спасатели, светлячок. Кормят, постели. Все тепло, хорошо, одежда. Все как надо. Есть и те, кто не захотел покидать свои дома. Кадры, которые можно оставить без комментариев. Вениамин Кондратьев и прокурор края вместо доклада местных чиновников пешком идут по затопленным улицам, чтобы лично проверить, как устраняет последствия удара стихии. Жители Хадыжинска показывают свои дома. У многих на полу до сих пор грязь в перемешку с илом, а в комнатах запах сырости. Люди специально не начинают уборку, чтобы дождаться комиссии, которые должны все зафиксировать и оценить масштабы разрушений. От расторопности этих специалистов зависит, насколько быстро пострадавшие вернутся в свои дома и получат деньги на восстановление жилья. Объективно, что сегодня нужно это оперативно делать, в учреждении обследования актов этих, и давать людям возможность максимально вернуться в жилье. За частичное разрушение имущества каждый член семьи получит 50 тысяч рублей. За полное по 100 тысяч. Это не считая единовременной выплаты. По поручению губернатора число оценочных комиссий в Хадыжинске с четырех увеличили до 18. Но в реальности не хватает даже этого. А власти района и города почему-то об этом умалчивают. Сложившаяся ситуация для них настоящий экзамен. Я ехал с одним, пониманием, что здесь происходит, увидел другое. Мне надо время перезагрузить ситуацию. Людей, которые здесь будут делать это все, сегодняшние не справляются. Вениамин Кондратьев обывал не только в потопленных домах, но и зашел в пункты временного размещения. Там сейчас живут те, кого эвакуировали. С питанием проблем нет. Но сегодня людей уже больше волнует, когда они смогут начать разбирать завалы, и кто им в этом поможет. Губернатор тут же дал поручение своим заместителям разработать понятную схему оповещения жителей, нуждающихся в помощи, чтобы они не бегали за чиновниками в поисках ответа. Я инвалид, жена инвалид. Езжатчик. Там сейчас грязь вот так. Как это все тебе? Будет вывешен график, когда к вам придет помощь на улицу, конкретно в ваш дом. Василий Завич, еще раз подчеркиваю, вывешите график, когда придет комиссия к людям, чтобы они не дежурили там сутками, сидели непоятно в каких условиях. Вот в течение часа будет график, когда придет трудовой десант, и в течение часа должна быть информация у них, и в виде тоже графика, когда к ним придет комиссия, сделает обследование. Позже губернатор и прокурор края собрали заседание оперативного штаба. Венианину Кондратьеву коротко докладывают о ситуации с транспортным сообщением и инженерными коммуникациями. Повреждены два автомобильных моста в Кудрягородок и полностью разрушен бесячий мост в поселке Самсонова. Без света остались почти полторы тысячи человек. В Хадыжинске и поселке Станционный вода повредила две подстанции. Сейчас главное обеспечить пострадавших всем необходимым и пустить их в дома до наступления холодов. Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме, а ситуация находится под контролем краевых властей. Сочи также пострадал от удара стихии. Больше всего Адлерский и Лазаревский районы. Всего более тысячи человек. Эти кадры сняты в ауле Наджиго в Лазаревке. Населенный пункт оказался отрезанным от города из-за разрушения дороги. Из-за стихии были обрушены 12 опор линий электропередачи, чтобы жители не оставались без света. Вертолетом сюда доставили дизель-генератор. Стихия разрушила железную дорогу. Поезда были отменены. А также был разрушен участок на 91-м километре федеральной трассы Джубга-Сочи в поселке Макапсе. Курорт оказался отрезанным. Но дорожникам удалось раньше ожидаемого срока восстановить дорожное полотно. В воскресенье 27 октября было запущено движение по двум полосам. Мы восстановили разрушенный подход к мосту и в следующем году приступим к строительству нового. Поскольку мост по всем своим параметрам требовал реконструкции. В прошлом году мы приступили к проектированию. И в ноябре этого года мы должны получить положительное заключение. Глава застепритизм здесь тем, чтобы в следующем, в 2019 году, приступить к его строительству. Новый мост, согласно плану проекта, откроется в 2020 году. Он появится рядом с действующим, который будет использоваться только на период строительства нового. Подтопило во время стихии и Аше. Большое количество осадков разрушило подпорную стену федеральной трассы. И вода потоком хлынула в дома. Ил и нанесенный потоком воды мусор сразу после улучшения погоды убирали волонтеры. Большинство из них – сотрудники администрации. Помогали они расчищать не только дороги, но и дворы и дома. Чистить дворы, убирать воду и мусор в домах пришлось и жителям Хостинского, Адлерского района. Центральный район меньше всего пострадал от удара стихий. Потопленные дома и дворы в пострадавших районах края обходили специально созданные комиссии по оценке ущерба. В бюджете Кубани был зарезервирован 1 миллиард рублей для выплат пострадавшим от наводнения. Деньги предусмотрены не только за полную потерю жилья, но и за частичное разрушение на каждого члена семьи. Единовременную выплату получат все пострадавшие, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Самое главное – оперативно, еще раз подчеркиваю, оперативно комиссиям пройти по дворам, так называемые подворовые обходы, заактировать в потерю полную частичную имущество. Люди, получив денежные средства, конечно, приступят сами к восстановлению. Частичная потеря имущества – это 50 тысяч рублей, полная – 100 тысяч рублей. Надо подвести факт проживания, естественно, как это положено, и, естественно, никаких заминок с выплатами не будет. Ход восстановительных работ на Кубани оценил глава МЧС России Евгений Зиничев. Он принимал участие в ликвидации последствий стихии и высоко оценил работу краевых властей. В целом, я считаю, что все отработали как положено и самое главное – знали, что делать. И надеюсь и уверен, что до завершения ЧС все вы продолжите так же работать. Руку на пульсе держала и глава государства. В Сочи он встретился с главой МЧС и губернатором Краснодарского края. Вениамин Кондратьев доложил Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий наводнения в регионе. Давайте посмотрим. Вениамин Кондратьев и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев прибыли в резиденцию главы государства в Сочи. Президент обратил внимание, что пострадавшие люди должны получить всю необходимую помощь. К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени. Там в некоторых населенных пунктах люди еще и без электричества сидят. Пожалуйста, доложите, как идет работа по восстановлению. И потом, конечно, нужно сделать для того, чтобы людям помочь. Комиссии сейчас проходят, активно работают. В размещении уже началось компенсация. В краевом бюджете около 1 миллиарда рублей. Плюс, минус это будет видно по факту. Комиссии пройдут все. И мы будем понимать точную картину по объемам размещения, компенсации и затраты на восстановление полного частичного имущества. Самая главная сегодня задача это максимально вернуть людей к обычному личному жизни. За частичную трату имущества первой необходимости каждый из членов пострадавших семей получит по 50 тысяч рублей. При полной потере по 100 тысяч. Это не считая единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. По всей Кубани большая вода повредила больше 2 тысяч домов. Но массовых жертв удалось избежать. Был до начала события проведен комплекс превентивных мероприятий, который не позволил наступить более тяжелым последствиям. Это в том числе и оповещение, и эвакуация людей в пункт временного размещения с обеспечением питанием, водой, медицинским и психологическим помощи. Созданы были штабы. Сейчас приступили к аварийно-достановительным работам. Основная задача, как доложил президенту Вениамин Кондратий, восстановить в домах электричество. Ситуация осложняется тем, что помещения сырые. Поэтому, чтобы избежать замыканий в проводке, сначала необходимо полностью просушить жилье. Для этого местные власти совместно с МЧС устанавливают в дома тепловые пушки. Сегодня основная задача, подчеркивает губернатор, сделать так, чтобы пострадавшие жители Кубани как можно раньше вернулись к привычной жизни. На руку сейчас играет и погода. По прогнозам синоптика, в сильные дожди отступили, и на Кубани установятся солнечные дни. Очень важно быстрее восстановить поврежденные дома, больницы, школы и детские сады до наступления холодов. Ну а вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего, чем живет наш край, город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова